А теперь я вам расскажу то правило, которым должен руководство каждый человек в своей жизни, если он хочет достичь успеха. Правило заключается в том, что мы все живем по одной программе, которая называется смешно, с помощью анекдота я вам эту программу сейчас скажу. Каждый суслик у себя на поле агроном программа называется. Мы все все знаем, у нас все круто, мы все понимаем. И эта программа называется гордость. Это то чувство, которое человек не может себя диагностировать, но оно у каждого человека есть. Можно со стороны это увидеть, в себе невозможно понять. Невозможно. Никому. Приведу вам сейчас такой пример. Я приехал в Индию к своему духовному учителю и пришел к нему общаться, то есть получать наставления. И он спросил меня, как твое служение мне, как твои лекции. Я ему сказал, что все хорошо, на моей лекции сходит много людей, жизнь меняется. И я начал ему говорить такие слова, что все классно. Он как-то так вдруг перестал меня замечать. Он повернулся к другому ученику, начал с ним общаться, хотя тот был младше меня. То есть я уже 15 лет, духовное посвящение имею, это достаточно большой срок. А только буквально там года 2-3. И он, не замечая меня, начал с ним общаться, не обращая на меня внимания. Потом с другим учеником. И больше он вообще на меня не обращал внимания. Я понял, что что-то не то. Что конкретно, я не мог понять. Я вышел как бы из его комнаты. Он отреченный человек, монах. Вот. И пошел молиться. Мне было очень жутко внутри, очень плохо. Такое нехорошее чувство. И потом в молитве я понял, что я горжусь собой. Что я в невежестве нахожусь полно. После этого я пришел опять к нему. И поклонился ему. И сказал, что вот свое чувство, которое я понял во время молитвы. Тогда он попросил меня сесть поближе. Я сел поближе. Он начал улыбаться мне и сказал, что это проблема каждого человека. Не волнуйся. Гордость — это проблема каждого человека. Пытайся победить свою гордость с помощью молитвы. Несомненно, ты гордишься собой без всякого сомнения. Но ты можешь победить это с помощью служения старшим и молитвы. Иногда он это мне сказал, мне на сердце стало легче. И пришло какое-то новое сознание жизни и понимание вещей. Которое заключалось в том, что вот это искренне то, что я сейчас говорю, что на самом деле для меня важно не то, сколько людей ходит на лекции, как им помогло. А то, как эти люди помогают мне. Насколько они много дают мне счастья и знания и просветления. Их благословения дают возможность мне развиваться. Это моя реализация. Благодаря общению с Духовным Учителем я почувствовал вот такую вещь. И это даёт возможность быть защищённым от гордости всегда, несмотря на то, что сидишь на постаменте. То есть без старшего невозможно победить свою судьбу. Гордость — это сила, разрушающая жизнь человека. Это сила, разрушающая жизнь. У меня здесь, в этом городе, было такое странное общение. Я пришёл к одному очень учёному человеку, у которого куча достижений научных. И под ним очень куча учёных, очень много заслуг в области науки. Когда я сел с ним поговорить, то у нас было всего 15 минут, он был занятый человек. Все 15 минут он мне рассказывал о своих достижениях. Я кивал ему головой, развивал смирение в себе. Я чувствовал, что так не надо себя вести, зачем он это делает. Мне было как-то досадно за него, потому что он действительно очень великий человек. Но он всё это время просто хвалился, и всё. И я кивал головой ему, сидел, как бы пытался просто принять вот эту проблему, которая в его сердце живёт. И он в конце сказал, мне нравится, когда себя ведёшь. Будем сотрудничать. У меня не было, конечно, желания никакого с ним сотрудничать. Но я просто для себя сделал вывод, что какой бы разумным человек ни был, если у него нет старшего, он обречён на поражение в жизни. Обречён на поражение. Естественно, что этот человек в тысячу раз более разумный, чем я. У него в тысячу раз больше достижений. И как бы я увидев такое, я был в шоке. Но когда мой духовный учитель давал мне посвящение, то после того, как он дал мне посвящение, и я стал его учеником, а это означает такие отношения, в которых ты полностью предался человеку, ты относишься к нему как к старшему, и у тебя нет вариантов как-то перечить тому, что он будет какие-то решения по отношению к тебе принимать. Это очень серьёзный поступок на самом деле. Страшно многим становится, когда я об этом говорю. Это отношения такие складываются годами. То есть такое посвящение даёт через много лет отношений. Он когда дал посвящение, он подошёл ко мне, сел рядом со мной, сложил вот так руки и сказал, как я могу тебе служить? Старший — это тот, кто чувствует себя слугой всегда. Старший — это не тот, кто командует. Это не тот, кто перед тобой делает очень крутой и умный вид. Старший — это тот, у кого больше смирения, а не больше гордости и интеллекта. Понятно? Мы говорим о духовном старшинстве. Этот человек всегда очень, он ни разу в жизни за 15 лет не повысил на меня голос, ни разу не показался мне гордым человеком. Один раз я ему служил лично, и он был в очень сильной усталости. То есть он перенёс очень длительный перелёт. У него много учеников по всему миру. Он летает из одной части нашей земли в другую. Вся жизнь его в этих перелётах, в аскезах, хотя ему уже за 60. Вот. Он, как бы, я ему лично служил. И в этой комнате, где он остановился, там было кресло раскладное. Но там была сложная система. Мне объяснили эту систему, как его раскладывать. Я пошёл ему подогревать воду, потому что он из Индии, а в России холодно. Ему надо было горячая вода, нужна была. Ему там не было в этой комнате горячей воды. Он пошёл подогревать воду. Пришёл и увидел такую картину, что он должен был отдыхать, а я забыл ему раскрыть кресло. И он лежал вот так вот, ноги вот здесь вот так вот, через кресло вот так. И голова вот так. Он лежал вот так, отдыхал. Я просто был в шоке, когда это увидел. Он так вот лежал, просто вот так, потому что он не понял, как раскрывать кресло. Вот. И когда он открыл глаза, я подошёл к нему, я увидел такую добрую и спокойную улыбку. Вообще-то он должен был меня отругать. Он просто улыбался и всё. Это признак высокого уровня сознания человека. Я вам рассказываю сейчас о том, что у каждого человека в жизни должен быть наставник. Если у человека нет наставника, старшего, то его жизнь не может быть успешна, потому что нет силы, нет возможности побеждать судьбу. Нет вот этого рычага, нет вот этой силы, которая бы передалась тебе, чтобы потом помочь себе, своим близким. Вот если в ваших отношениях тяжесть, если вы чувствуете, что вам противен человек, вы чувствуете, что вы ничего не можете сделать в этих отношениях, вы чувствуете, что он сильно болен, вы не можете помочь, вы чувствуете, что вас разлучает судьба, что он изменяет вам, он уходит от вас, вы чувствуете, что вас разлучает какая-то сила, знайте, что вам не хватает только одного — просто энергии счастья, которая раньше между вами была. Судьба действует таким образом, что иногда вот эта вот связь сердец наполна счастьем само собой, а иногда она разрывается. Вот кто из вас чувствует холод сейчас своим близкому человеку, с которым долго живет поднимитель? Вот да, у вас такой период начался. Начался постепенно, где-то года три с половиной назад. Сколько у вас отношений длятся? А? Ну вот два года уже у вас плохой период, уже начался раньше, чем вы с мужем живете. Ну вот так или иначе, сейчас максимум этого холода и еще этот максимум продлится где-то два-три месяца, а потом начнет теплеть. У вас есть чувство, что вы будете вместе или нет? Есть, да? Это означает, что между вами есть связь в сердцах, потому что часто люди, когда чувствуют такой холод, у них такое ощущение, что у нас несовместимость какая-то есть. Начинают искать астролога, который бы подтвердил, что у них несовместимость. Ну пытаются сделать что-то, чтобы разойтись. Это неправильно. Если Бог соединил людей, холод между ними, чувство, что мы несовместимы, это временная вещь. Многие люди об этом не знают. Но эти вещи преодолеваются с помощью вот таких молитв. Если вы будете думать о святом человеке и молиться ему, и вспоминать мужа, то теплеть начнет, это между вами тепло начнет появляться. Это не сразу произойдет, нужно время, нужно силы прикладывать. То есть всегда, когда между людьми есть тяжесть, холод, разлука и все прочее, это просто объем работы и все. Это просто объем работы. Люди, не зная этого, они начинают внешние попытки сделать. Вот, допустим, что делать, если человек тебя бросает? Он уходит к другой женщине. Ваш вариант. Кто хочет мне что-то предложить? Ну, внешне имеется в виду, что ему надо сказать, как надо поступить, чтобы он остался. Давайте, давайте, вот микрофончик. Ну, нет, микрофон, кто-то хочет, должен сказать. Что сказать? Она должна сказать, что она его любит. Он скажет, я не чувствую. И она его не бросает, я тебя не бросаю. Ну, он скажет, а я бросаю. Ну, а я тебя жду. Ну, жди. Ну, хорошо. Ну, должна желать ему счастья, думать, как вы говорите, святость. Мы сейчас не говорим о счастье, мы говорим о внешних каких-то вещах. Что ему надо сказать, что нужно сделать, чтобы он остался? Ну, может быть, даже попросить. А попросить остаться? Будет, знаете, какой эффект? Что, да, обратный эффект, что ты, типа, ну, не достойна меня, поэтому куксишься тут, как бы. И, ну, как бы, такое чувство будет, он начнет из себя строить что-то, понимаете? Такое ощущение будет у него, что, типа, вот, ну, жди. Таких, как я, мало. Какие еще варианты? А? Отпустить? Он сказал, слава Богу, слава Богу, пойдет. Значит, слава Богу. Ну, вот, значит, что вы проиграли просто, и все. И неизвестно, кто кого бросил. Просить прощения? Просить прощения. Ну, и что? Ну, попросили. Другого найти. Другого найти, он будет счастлив, скажет, ну, спасибо тебе, я, ты решила мою проблему, на самом деле. Я думал, как так вот это, что, разрешить эту проблему, что я хочу с другой жить. Суждено, и что? Если у вас нарыв на ноге. У вас нарыв на ноге, как бы, я вам говорю, вы знаете, ну, скорее всего, суждено жить без ноги. А еще лучше ложитесь на землю, привыкайтесь к земле. Лечение землей называется. Мои хорошие, это был вопрос на засыпку. На него нет ответа. Нет ответа. Потому что, когда у человека, у людей в сердцах нет связи, нет способа его остановить. У него там есть связь, а здесь нет. Все, остановить способа нет. Человек всегда тянется к счастью. Растение всегда тянется к свету. Его невозможно нагнуть вниз. Тянется к свету, человек тянется к счастью. Он чувствует там любовь, здесь не чувствует, все, его туда тянет. Вариантов нет. Поэтому есть только один вариант. Один вариант. Надо оставить его в покое. Начать думать о святости, кланяться, молиться, думать о близком человеке. Пытаться вспомнить чистое, светлое чувство, которое было между нами, когда мы встретились. Когда люди встречаются, Бог дает им как награду все самое лучшее. Ты начинаешь помнить самое лучшее впечатление в отношениях с этим человеком. Ну и о том, что было, помни, не забывай. Впечатление это является лекарством, спасающим судьбу. Надо в молитве вспомнить первый взгляд, первую любовь, первое чувство, которое возникло. Потому что в этот момент мы видели душу в человеке. Мы видели в нем душу. И это показал Бог. Не то, что я сам могу это увидеть. Это Бог показал вот эту чистую, светлую память о человеке. Первая любовь моя земная, утро моих глаз, я тебя совсем еще не знаю, вижу в первый раз. Такое чувство. Вот. То есть чувство светлое, чистое должно прийти в сердце в результате молитвы. У вас в сердце как бы боль, неприязнь к этому человеку, желание ему там мстить, желание наказать, разобраться, найти другого. То есть вот такое ответное такое, знаете, звериное чувство такое. Тебя укусили, ты укусил и все теперь нормально. Надо просто покусать назад в ответ. Это звериное чувство не дает победы над судьбой. Надо сначала преодолеть боль в молитве, вы успокоится сердце. Это значит, что победа близка, когда уже успокоилась. Дальше думаем о святом человеке, опять же прощаем, просим прощения. Вы можете сказать, а вдруг он не достоин меня вообще? А это не ваше дело. Ваше дело просто молиться и остановить отношения. Достоин человек или недостоин, решает Бог. Бог вас не соединяет, вы сами себя не соединили с другим человеком, Бог соединяет. Можете сердца соединить? Можете сердца соединить с каким-то человеком или нет? Кто может, поднимите руку. Своё сердце взять с кем-то и соединить? Никто не может. Сердца Бог соединяет. Человек хочет уйти, не может. Хочет уйти, не может. Потом раз, время пришло, можно уйти. Испытание. Кого? Обоих. Кто должен пытаться вернуть? Вот у вас проблема. У вас, между вами разлука начинается. Кто должен вернуть человека из вас? Он или вы? У меня к вам вопрос. Кто должен вернуть? Я. Правильно, тот, кто ходит на лекцию. Потому что тот, кому Бог дал знания, тот и будет возвращать. Не надо думать о том, уйдет, не уйдет, достойен, не достойен. Не надо об этом думать. Это не наше дело. Наше дело установить светлые отношения с человеком. Все. А дальше уже будет Бог решать. Стоит вместе жить, не стоит. Он уже будет дальше все сам делать. И тогда уже я свою работу сделал. Если этот уйдет другой, Бог другого даст. Человек один не остается, если он выполнил все свои вопросы. А? Если не даст, значит, он не сдал экзамены. Не бывает такого, чтобы человек сдал экзамены, Бог ничего не дает. Он не жмот. Если вы свой случай конкретно хотите, я могу сейчас вам сказать ваш случай. Но я знаю, что вы не готовы об этом слышать. Не расстраивайтесь. Я вас немножко... Для того, чтобы вы работали над собой, вы очень разумный человек, я знаю об этом. Вы знаете, можете все понять, разобраться. Можете даже другим людям помогать. Вас хватает для этого разума. Но вам надо уйти со своего чувства гордости. Чувство гордости, которое вы сейчас имеете, его надо убрать. Гордость не помогает решать вопросы судьбы. И мы с вами не капитаны корабля, на котором едем. Капитан корабля — это Бог. А гордый человек, считающий себя капитаном корабля, никогда не будет счастлив. Для того, чтобы не быть капитаном, нужно иметь старшего, который тебе скажет правду. Нужно смиренно принять ситуацию, в которой ты находишься. Нужно думать о святости, о Священном Писании, если нет человека в иском священном Писании, святое место, икона. Думать о чем-то святом, молиться, кланяться, просить чистой, светлой жизни, чистых отношений. И постепенно, это называется служение, я хочу служить, выполнять твои наставления, хочу жить правильно в жизни. Наставь меня на светлый путь, пожалуйста, будь моим старшим. Можно обращаться к Священному Писанию, иконе, кому угодно. По-любому мы просто к Богу всегда обращаемся. Мы всегда устанавливаем отношения только с одной личностью. Вопрос, что есть посредники. Напрямую очень сложно, нужны посредники. Посредники — это те, кто имеют отношение с Богом. Священное Писание имеет отношение с Богом, святое место имеет, святой человек имеет. Да, мы это делаем, мы попадаем в отношение с Богом. Постепенно сердце успокоится, хотя человек еще не вернулся, он все еще там гуляет, или пошел гулять. Он не вернулся, сердце успокоилось. Возникает понимание этого человека прощения, не одобрение, не одобрение, а просто ты выдерживаешь эту нагрузку судьбы, начинаешь выдерживать в какой-то момент. Дальше нужно установить с ним отношение, контакт. Причем не надо выяснять ситуацию, не надо ему говорить, зачем ты меня бросил, я хорошая, она плохая, у нас могла бы быть любовь. Об этом не надо говорить. Нужно говорить о погоде, о том, что если есть общий ребенок, о ребенке, нужно говорить о чем-то добром. Или просто, если нет возможности говорить, можно что-то подарить, смс-ку написать хорошую. Сегодня солнечное утро. Я вспомнила, как мы познакомились. Смс-ка пошла. Возвращайся холодным утром, возвращайся. Мне очень трудно, возвращайся. И оставайся, возвращайся. Я без тебя устал. Нужно спокойствие. Нужно светлое чувство. Это спокойствие вскроет сердце человека, у него начнет совесть грызть. У него пойдет двойственность. С одной стороны, есть один человек, я стою на одном, а ты на другом. То есть, с другой стороны, есть жена, есть ребенок. Появится вот это чувство такой вот, как бы, двойственности. И надо продолжать свою молитву, продолжать кланяться святому человеку, думать о близком человеке, и постепенно теплота пойдет в сердце, теплота. Но он будет продолжать там оставаться. А потом придет знание. И знание такое. Вернется. Или второй вариант знания. Не вернется. И оба варианта будут хорошими. Я свою работу сделал, в сердце станет легко. Легко в сердце станет. Значит, работа сделана. И придет знание. Когда в сердце легко становится, приходит знание, что будет дальше. Один молодой человек в Москве подошел ко мне с просьбой разрешить ситуацию. Его жена сказала ему, они у них хорошие отношения были, но в какой-то момент она ему сказала, что между нами ничего нет, я не чувствую счастья, живя с тобой. И мне понравился другой человек. Я еще подумаю, как бы, но скорее всего я к нему уйду от тебя. Она хорошая была, женщина такая. Честная. Она не гуляла. Просто вот она так сказала, что между нами ничего нет. Она верила именно в это наслаждение. Она считала счастье в семье, означает, что между нами должно быть наслаждение. Не служение, забота, не настоящее чувство, а вот это вот наслаждение. Так считают 90% людей. Она сказала, между нами ничего нет, а я вот нашла себе того, кого искала всю жизнь. Хотя она о нем думала то же самое несколько лет назад. А у них уже ребенок. Он пришел ко мне, говорит, я хочу спасить семью, что мне делать? Я говорю, вот так. Начнем с этого. Рассказал, как молиться. Рассказал, как настраиваться. Говорю, начнем с этого. Пробуй. Начал пробовать. Пробовать, пробовать, начал пробовать. Я говорю, какие ощущения в сердце должны быть? И он мне докладывал. Приходит, говорит, вот у меня было такое ощущение в сердце, сейчас такое. Можно уже с ней общаться или нет? Я говорю, нет, пока не надо. Дальше двигаемся вперед. Он говорит, у меня уже в сердце появилось ощущение, что я ее понимаю. Я понимаю, почему она ушла. Я ее чувствую. У меня к ней хорошее чувство появилось. Я говорю, вот сейчас нужно просто как бы насчет ребенка общаться, там, добрый день, там, туда-сюда. Я принял все, что ты сказала, там, хочу, чтобы мы были друзьями и так далее. Но не говорить о том, что я тебя бросил. И говорить, если спросит, сказать, что я, ну, как бы хочу, чтобы ты вернулась. Вот так. Но я не претендую ни на что, как бы ты сама решаешь, как тебе жить. Но у меня желание такое, чтобы ты вернулась. Четыре месяца длилась борьба за его судьбу. Каждый день, день победы. Каждый день поближе, 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 поближе придвигалась судьба. Сначала это было так, что не было заметно внешне. Внешне ничего не менялось. Но потом наступил момент, когда в ее психике начался перелом. Ее начало тянуть в две стороны. А потом ее начало тянуть в одну сторону больше, чем в ту. И в конце концов она так спокойно, незаметно сначала приходила домой приготовить что-то, позаботиться, постирать. А потом просто осталось в какой-то момент. А он не препятствовал ничему. Он давал ей возможность как-как. А потом, знаете, что интересное произошло? Они пришли вдвоем благодарить меня за то, что я сохранил их семью. Вдвоем они пришли. Это произошло гораздо позже, через полгода где-то. Так бывает не всегда. Но всегда бывает победа в сердце. И это означает, что будет другой человек или этот. Зло никогда не может одолеть того, кто творит добро. Это из Священных Писаний написано. Это не моя фраза. Если человек делает правильно, действует правильно в своей жизни, никогда он не останется в проигрыше по отношению к своей судьбе. Единственное, что в нашей жизни происходит, это учеба. Если человек не хочет учиться и не хочет делать правильно, значит всегда он будет в проигрыше. И это может продлиться всю жизнь. Одиночество может продлиться всю жизнь. Несчастье может продлиться всю жизнь. Человек может страдать всю жизнь, если он не хочет ничего менять и не ищет старшего. Теперь сам поэкс старшего происходит в следующие этапы. Первый этап. Приблизиться к святости очень трудно, мои хорошие, очень трудно. Большинство людей вообще считают, что ничего святого сейчас нет. Они открывают интернет, читают сплетни. Вот если вы сейчас откроете интернет, есть целые сайты, которые критикуют каждый мой шаг, каждый мой поступок. И все это в извращенном виде. Они рисуют мои фотографии с такими волосами, голубого, губы красят и все прочее. Это нормально. Вам не надо этого читать. Если вы хотите мои лекции слушать, и вы будете это читать, моя возможность слушать лекции будет уничтожена. Один раз я лечил одну женщину, которая знала моего духовного учителя. У них один духовный учитель по факту. И она лечилась у меня, и она вдруг посмотрела на меня и говорит, я хочу кое-что рассказать тебе о твоем духовном учителе. И она начала сплетничать о нем, не зная подробностей этого события. Как только она открыла рот, я произвел следующее, что описано в священных писаниях. Я перестал ее лечить. Сказал, вы должны уйти из этого помещения. Я не буду больше с вами общаться. Я пошел под душ, чтобы снять с себя вот эту эмоцию. И я отделался легким испугом. Но у меня был другой случай. Я в святом месте ходил на песнопение одного очень возвышенного человека. Он сейчас уже ушел из мира. Но интересным образом ушел из мира. Он ушел из мира в поклоне перед алтарем. Оставил тело. Представьте, что за возвышенная личность это была. Спал несколько часов в день. Кушал поздно ночью, только когда все свои дела закончат. То есть необычный человек очень. Вот. И одна дама, которая жила в этом тоже святом месте, после этого она перестала там жить, она мне начала говорить о нем плохие вещи. И хоть я в это не поверил и не услышал ее, у меня пропало чувство счастья, когда я находился на его духовных мероприятиях. Я был в шоке. И мне потребовалось несколько месяцев усиленных покаяний, чтобы опять вернуть это чувство назад. Хотя я не был согласен с ней. Просто сам контакт со сквернением старшего привел к разрушению моей веры полностью. Произошла разруха. Поэтому существует определенный этикет в отношениях с тем, что дает нам духовную силу. Этикет такой. Это культивировать чистое и светлое чувство. Стараться быть подальше от сплетен. Теперь смотрите, если говорить о старшем, о том, что может дать нам возможность почувствовать эту святость, то большинство людей просто не верит в святость. Для того, чтобы в нее поверить, нужно просто слушать духовную музыку, заставлять себя просто как-то пытаться в этом направлении двигаться. Когда появится вера, что есть что-то святое на земле, то есть связанное с Богом, то следующий этап такой. Большинство людей способны поклоняться только тому, что незыблемо свято. Например, если, допустим, православие, они могут поклоняться, допустим, изображению Сергия Радонежского, Сиросима Саровского, Святой Матроны и так далее. То, что незыблемо свято. Речь еще не идет о наставнике, о том, кто рядом с тобой может быть. Речь идет о том, чтобы видеть святость в чем-то очень святом. Понятно, да? С этого надо начинать. И человек начинает кланяться к святыне, мысленно касаться стоп своей головой. Я хочу тебе служить, пожалуйста. Я хочу любить тебя. Дай мне возможность выполнять твои наставления. Я хочу быть твоим слугой. И молиться при этом. Или повторять, я желаю всем счастья. Это тоже нормально. И постепенно вы почувствуете эту личность. Вы почувствуете Сергия Радонежского, вы почувствуете его чистоту, его святость. Почувствуете, что он вас защищает в жизни. Вы почувствуете от него чистоту и силу. Следует еще и этап такой. Вы почувствуете также возможность выполнять наставления человека, который не настолько святой, как Сергий Радонежский, который где-то ближе. Он живет на земле, но он идет к Богу. И вы признаете в нем не его ошибки и какие-то разные поступки, которые могут быть его опорочить, а его именно желание идти к Богу. И в соответствии с этим желанием вы к нему относитесь, как к человеку, который является вашим наставником. Понимаете, о чем я говорю или нет? Что у каждого человека есть чистота в сердце. Даже у собачки есть душа. Душа означает чистота или святость. Но только возвышенный святой может душу увидеть собачке. А человек, который идет путем вот этого чистого восприятия мира, он может сначала увидеть душу или чистоту в иконе, допустим, Иисуса Христа, Богородицы. Он может увидеть чистоту в Серге Радонежском и так далее, в чем-то очень высоком. Постепенно его способность видеть чистоту приближается уже к наставнику, который живет на земле. И вы находите в вашей духовной традиции уже наставника, духовника, которому вы служите в своем сердце, думая о его чистоте. Понимаете, о чем я говорю? Но если вы разовьетесь духовно сильно, то вы начнете эту чистоту видеть в равных себе. И сможете советоваться с равными по духовным вопросам принимать их наставления. А когда вы еще сильнее разовьетесь, то вы сможете увидеть чистоту младших, и в этот момент вы можете стать духовным наставником уже. Духовный наставник — это тот, кто видит чистоту, божественность младших. Он может быть духовным наставником, такой человек. Так, видите, путь приводит человека к тому, чтобы видеть божественность или чистоту во всем, что его окружает в конечном счете. Так видят мир святые люди. Теперь я вам расскажу аллегорию. Эта аллегория, она указывает на то, как надо жить. Есть две категории людей. И это описано в священных писаниях, в ведах. Одна категория — это люди, у которых есть сознание пчелы, они имеют сознание пчелы, у других — сознание мухи. И пчела, и муха хотят сладкого, любят сладкое, летят на сладкое. И пчела, и муха. Обе. Но интересно различается их поведение. Пчела, когда летит на сладкое, она не замечает ничего вокруг. Она берет сладкое, берет пыльцу и нектар цветка, потом летит в улей, все это отдает, летит назад. И она летает, пока у них есть силы. Но когда у них нет сил, она остается в улей, и она в этом сладком потом вся изваляется, кушает его, и состояние несчастья находится сильно. Когда он наполняет силы, опять летит служить улью. Так живет пчела. Она настолько сильно поглощена этой деятельностью, что описывается, что когда цветок лотоса закрывается на ночь, пчела остается пойманным днем. Но она при этом не замечает даже, как всю ночь, как бы она в закрытом пространстве, она постоянно собирает нектар. А когда он раскрывается, она вылетает назад. Как ни в чем не бывало. Пчеловоды говорят, что если поставить слишком далеко улей от цветов, пчелы погибают по дороге, не долетая. Они не могут остановиться, они не могут отвлечься от нектара. Они думают только о сладком вкусе. Сладкий вкус в ведах сравнивается с любовью, с мыслями о святости и желанием служить другим. Означает отдавать нектар не себе, объедать его, как это делают осы, а нести в улей. Теперь как живет пчела? Муха. Она тоже летит к сладкому, но по дороге видит непорядок. Видит Г. Непорядок. И она решает разобраться в этом вопросе, поставить точки над И. Потом у нее заводятся опарыши, и она там уже живет в этом Г. Она критикует его, говорит, что у нас в стране все плохо. И, в общем, постоянно этим только занята. Она не думает о святости, она не молится, а просто всем недовольна постоянно. Теперь, когда трутень заводится в улей, то есть такая муха в пчелином обертке, то из улей его выгоняют, выталкивают его из-за того. Почему? Потому что там не нужны вот эти, которые наводят порядок в храмах, ходят, всех критикуют, говорят, здесь все плохо, давайте будем хорошо. Храмы или святые места, или собрания людей предназначены только для одной цели — думать о святости и служить ей. И обсуждать эти вопросы друг с другом, а не искать недостатки друг с другом, старших и так далее. Я вам вкратце рассказал путь, дающий человеку победу. Веда говорится, что тот, кто идёт этим путём, не имеет никаких потерь в своей жизни. Куда направлен путь? В вашу веру. У каждого человека есть или склонность к какой-то вере, или он уже знает эту веру. Ничего не надо менять. Путь направлен в вашу веру. Не в другую веру, а в вашу веру. Но путь не означает просто считать себя верующим. Путь означает внутренняя жизнь. Если у вас нет веры, ищите. Читайте разные священные писания. Пытайтесь понять, как очистить своё восприятие мира, как научиться жить внутренней жизнью, как найти себе священное писание, наставника, как сделать свою жизнь сильной, светлой и возвышенной. Сейчас я вам расскажу перемены, которые будут происходить в вашей судьбе, если вы пойдёте этим путём. Первое. Вы почувствуете радость в жизни. Я рассказываю то, что со мной происходило. Слушая лекции старших, я почувствовал сначала облегчение. У меня постепенно всё начало вырисовываться в жизни. Я понял, что есть что. У меня начали открываться глаза на мир, на жизнь. Я начал по-другому видеть людей, машины, птички. Всё стало по-другому. Первое, что произошло. Второе, что произошло. У меня появились другие друзья. У меня появилось общение с очень хорошими людьми, которые меня очень вдохновляли. Третье, что произошло в моей жизни. Я начал менять свой режим дня, своё питание постепенно начал менять. От меня начали сами отваливаться вредные привычки. Их не надо бросать. Вредные привычки — это всего лишь неправильный вкус счастья. Когда меняется вкус счастья, вредная привычка отваливается сама. Потому что вредная привычка нужна всего лишь для пополнения энергии счастья. И всё. Она по-другому никак не работает. Если счастье более высокого порядка, более низкое счастье отваливается само. Это уже не нужно. И опыт моих исследований показал, что большинство людей, которые слушают лекции, бросают пить, курить само собой. Поднимите руки, кто сам само собой бросил пить или курить из вас. А поднимите руку, у кого это произошло через усилия, кто завязал. Видите, и такие тоже есть. Но это очень трудно. Это волевые люди только могут это сделать. Большинство людей могут бросить без напряжения. Просто слушая лекции, работая над собой. Дальше следующий этап. Человек начинает соблюдать режим дня. Режим дня — это удивительная вещь. В этом мире существуют силы, которые гармонизируют нас со Вселенной. Есть такое слово «рита», санскритское слово «рита». Рита, 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 Маргарита. Санскритское слово «рита» означает вселенский ритм, светский ритм. И этот вселенский ритм, когда человек соблюдает, то он входит в гармонию с этим ритмом. И соблюдение вселенского ритма называется словом «ритуал». Но когда человек понимает, зачем это нужно, он гениальное открытие в своей жизни делает. Смотрите, когда солнце восходит на горизонте, то в это время просыпаются птицы, начинают петь. Соловьи поют, заливаются. Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше. Только утро заиграет у ворот, не сбив, вставай, кудря. Видите, такие оптимистичные мотивы утренних мелодий. Эти мотивы означают только одно, что утро — это время счастья. И когда человек встает рано утром, то он получает самую чистую и светлую энергию солнца. Солнце — это сгусток любви. Благодаря солнцу растут растения. Земля получает тепло. Люди летом становятся добрее. Они ждут солнца и тепла. Солнце — это энергия любви. Слово радость расшифровывается таким образом. Ра — это солнце, а дасть означает давать. На многих языках. Ра — это солнце. Радость означает солнечная сила, энергия любви. И эту энергию любви, чтобы войти с ней в гармонию, для этого нужно встать раньше солнечных лучей. А лучше просто всегда раньше в 6 утра вставать. Есть солнечные лучи или нет, потому что в 6 утра солнце пересекает определенную линию, после которой дальше начинаются изменения определенных в природе. Начинает дуть ветер. То есть уже влияние солнца начинается. Севернее солнце более полого восходит, поэтому свет, сам солнечные лучи приходят к нам позже. Южнее это быстрее происходит, потому что более прямое вот такое движение солнца. Понятно, да? Но в целом, если человек встает раньше 6 утра, то в его жизнь входит оптимизм, радость, способность работать над собой, волевая сила, здоровье, счастье, удача входит в его жизнь. Человек, который встает позже в 8 утра, в его жизнь входит лень, депрессия, обидчивость, воспалительные процессы. В его жизнь входит заторможенность, ухудшается память, ухудшается его работа над собой, самоконтроль, депрессивность развивается, безболие, хронические заболевания. То же самое, когда человек ложится рано, то он вступает в отношения с Луной. Энергия Луны — это энергия, которая дает человеку расслабление, успокоение. Она также дает энергию любви, поэтому вечернее время предназначено для отношений в семье, с женой, с детьми. Утреннее время для молитвы, дневное для работы, вечернее для любви, отношений в семье. Так устроен этот мир. Самое основное питание нужно производить, кушать больше всего нужно в обед, потому что солнце переваривает пищу, солнечная сила. В обед должно быть больше всего питания, утром надо есть продукты, которые находятся под влиянием восходящего солнца. Это фрукты, ягоды, мед, сухофрукты, орехи. Вечером надо есть продукты, которые находятся под влиянием Луны и заходящего солнца. Это овощи, которые созревают под лунным светом. Когда садоводы видят, что овощи вырастают ночью, они ночью их утром срывают, потому что ночью вырастают овощи. И овощи перевариваются вечером и во второй половине дня. Вечером надо есть овощи, если хочется кушать. Зерна не надо есть вечером, потому что они созревают под светом сильного солнца. Надо есть в обед. Когда человек соблюдает режим дня, то он находится в гармонии с миром, и ему не надо прилагать усилия для того, чтобы жить. Солнце дает ему силы с утра, солнце переваривает пищу, луна дает ему отдых. Те, которые находятся в дисгармонии с миром, им надо, чтобы переваривать пищу, надо тратить свои силы, чтобы засыпать свои силы, чтобы просыпаться свои силы. Они просыпаются тогда, когда солнце уже высоко, у них деструктивные процессы в это время в организме наступают. Они, когда засыпают, уже луна давно уже на небосводе, у них психика очень напряжена, постепенно краски жизни тают, жизнь становится как в тумане. Ёжик в тумане, смотри. Жизнь становится как в тумане. У меня есть лекция на эту тему изучать. Да? Сова, я сейчас расскажу. Сова, мы все орлы на самом деле. Нет, жаворонок, солны, мы все орлы просто. Вот. Надо стать не орлом, а жаворонком в конце концов. Ну ладно, слушайте меня внимательно. Есть люди, которые не соблюдали режим дня, и они наказаны временем. Наказание таково, что они родились с 12 часов дня до 12 часов ночи. Есть люди, которые награждены временем, и они родились с 12 часов ночи до 12 часов дня. Те люди, которые родились с 12 часов ночи до 12 дня, им легче вставать с утра. Те, которые родились с 12 ночи, с 12 дня до 12 ночи, им трудно вставать. Но даже если им трудно вставать и ложиться вовремя, они все равно должны это делать, иначе они будут болеть и страдать. Точка. Потому что солнце не подстраивается ни под кого. Оно живет в своем ритме, и мы должны жить в его ритме, а не в своем. А если мы пробуем жить в своем ритме, то мы будем разрушать свое здоровье и свои силы психические и душевные. Но это знание приходит позже. Знание о гармонии с этим миром приходит позже. Сначала надо понять, что есть святость, и жизнь, и развитие человека зависит от отношений со святостью. После режима дня, когда человек входит в этот ритм в отношениях с миром, дальше следующее, что происходит с ним, у него повышается статус в обществе. Многие люди думают, как найти работу, как устроиться, они не знают закона, как человеку повысить свое благосостояние, как возможность жить, не сильно упахиваясь, тяжело не трудясь. или точнее, как жить, работая, делая любимое дело. Вот так вот. Потому что все равно трудиться придется. Знайте, что это зависит от того, насколько сильно благочестие в вашей жизни. Благочестие — это количество добрых дел в сердце. Самое доброе, что можно сделать, это поклоняться святому. Когда человек это делает, постепенно характер его меняется. Изменения характера сначала дают человеку понимание, в какой сфере ему жить и работать. У каждого человека своя сфера. Лучше делать хорошо, что ты делаешь мастер. А это с рождения уже определено для каждого человека. У меня на эту тему есть лекции, послушайте. Итак, первое, что приходит человеку в сердце, это знание о своей природе. Потом дальше постепенно начинает сменяться характер. Его не надо менять, это безумие. Нужно просто думать о святости, служить святому и выполнять все свои обязанности правильно в жизни. Характер меняется сам, как награда. Некоторые люди пытаются поменять характер. Но характер — это наказание. Мы можем себя из угла вывести, если мы наказаны. Нет. Приходит дело, нам говорят, все, ты прощен. Это означает, что ты уже не будешь больше обидчивой. научишься прощать, перестанешь быть ленивой, обжираться на ночь и так далее. Все это приходит, как награда в жизни человека. В результате его правильных поступков наказание снимается. Если человек стремится к тому, чтобы исправить характер, это неправильное устремление. Нужно стремиться служить святости. Не нужно думать о себе слишком много. Это неправильный путь. Путь в победе — это забыть про себя и служить святости, думать о святости. Служить другим людям — также путь в победе. Не себе, а другим людям. Не своей жизнью заниматься и своим здоровьем, а думать о других и свое здоровье подчинить этой мысли. Мать выздоравливает, если она служит детям. Муж выздоравливает, служа семье. Если человек думает о себе, он никогда не выздоровеет. Ситуация усугубляется. Когда повышается благочестие, меняется окружение. Единственный разумный и спокойный способ поменять свою жизнь — это сделать это с помощью тех, кто заботится о тебе. Когда меняется окружение, то, во-первых, люди становятся более благородными вокруг, а во-вторых, повышается их статус в обществе. Потому что чем выше статус в обществе, тем больше благочестия у людей, как бы вы об этом ни говорили и ни хотели. Чем богаче человек, тем влиятельен, тем больше у него благочестия. Как он использует это благочестие — это другой вопрос. Он может стать бандитом, грабителем, тунеядцем, кем угодно, имея благочестие. Благочестие само по себе не означает, что человек всегда будет благородным. Благочестие — это возможности в жизни. И благочестие всегда приобретается с помощью служения чему-то возвышенному. С прошлой жизни оно может прийти в жизнь человек. Таким образом, повышается уловение благочестия человек имеет новые возможности в жизни. У него появляются знакомые, которые продвигают его куда-то. У него появляется возможность иметь средства на жизнь. Это все приходит по мере развития личности. Поэтому не надо сильно беспокоиться о том, где я работаю, упахиваться. Некоторые думают, я буду сейчас пахать, как и шаг, меня сделают мастером, повысят зарплату. Это неправильный путь. Правильный путь — это работать духовно над собой и меньше упахиваться на работе. Больше времени удивлять самосовершенствование. Придет время, ваш статус в обществе сам по себе повысится, и вы сможете найти себе ту работу, которая вам понравится. Я вам говорю про свою жизнь. Я так жил всегда, всю жизнь. Таким образом, все вопросы в жизни человека решаются, если он внутреннюю жизнь ставит на первое место, а внешнюю — на второе. Не надо беспокоиться об отношениях. Олег Геннадьевич, что-нибудь сделайте, я не могу разговаривать со своей мамой. Не надо беспокоиться о том, что вы не можете разговаривать с мамой. Начните поклоняться святости, желайте маме счастья, придет время, и у вас к маме будет теплое чувство, у вас не будет с ней проблем. А сможете вы с ней близко разговаривать или нет, вы сами поймете. Если вы не сможете, то вы это тоже почувствуете, поймете, что так не надо. Надо с ней немножко подальше, надо с ней дарить подарки, соглашаться, но не пытаться выяснять отношения. Все. Это вы тоже поймете сами, само собой, со временем. Когда придет, пройдет боль и придет спокойствие и сила в сердце. Самое главное очистить с ней отношения. Все, что самое лучшее в жизни может получить человек, он всегда получает через отношения со святостью, со старшим. Это суть всех священных писаний. И куда бы вы ни полезли, какие священные писания вы бы не нашли, если они делают человека, возвышают, делают его счастливым. Это всегда одно и то же. Служение святому, святости. Как это действует, я могу сейчас объяснить на таком примере простом. Даже пример вообще не связан с моей верой. Я не православный человек. Но сейчас расскажу интересную историю. Я ездил в Тольятти, в Самаре читал лекции, ездил в Тольятти к родителям домой. Как известно, родители близкие люди, сил много отдаешь в общениях с ним. И я очень сильно устал. Пообщавшись с родителями, сильно устал. И начал думать о том, как мне читать лекцию, потому что я ехал читать лекцию дальше. Мне надо было давать сил людям. И тогда я начал об этом говорить с ребятами, которые слушают мои лекции. и они вот мне заботятся. Они повезли меня домой. Они знакомы с моими родителями. И они сказали мне, здесь по дороге есть один монастырь православный. Там есть святой источник. Там можно искупаться. Мы организовали, чтобы я смог искупаться. Там необходимые компоненты все нашли. И я приехал на этот святой источник. И я, когда окунался туда, я видел перед собой изображение Иисуса Христа с Богородицей. Мысленно кланялся ему и купался в этом святом источнике. Я полностью восстановился. У меня было чувство, будто я заново родился. Там была ледяная вода и чистота такая. Ходили монахи вокруг, улыбались. Я чувствовал себя как дома. Мне очень понравилось там, в этом месте. Но даже не в этом суть. Я вам сейчас расскажу феномен, который произошел чуть позже, который произойдет прямо сейчас. Я когда в Самаре рассказывал об этом случае на лекции, когда я вспомнил это омовение, в этот момент у меня очистилось в голове, мне стало легко. и сила пошла через мою психику и через мои мысли. То же самое происходит прямо в эту секунду, которую я говорю. Так действует память о святом, когда она включается. Почувствую легкость, свежесть. Видите, даже на вас это действует. Вот об этом я говорю всю лекцию. Это то, о чем я говорю. Большинство людей пытаются победить свою судьбу своими силами. Они уперто пытаются что-то сделать с близким человеком, выяснить с ним отношения, доказать ему, что он неправ. Или раскаяться перед ним и сказать, я не права, пойми это. Но понимание находится в сердце, а не в голове. Поэтому через голову очень длинный путь, понимаете? Через голову пока до сердца дойдет, а может вообще никогда не дойдет. Поэтому надо прямо от сердца к сердцу это делать. Надо просто сесть и помолиться и начать отношения изнутри. А потом легко будет все. Потом легко просто улыбнетесь и все завяжется отношения. Всегда нам не хватает только силы, нам не хватает только возможностей быть вместе, воспитывать детей, любить друг друга, устроиться на работу, выйти замуж. Нам не хватает только возможностей и все. Нам не хватает благословений старших, нам не хватает мыслей о старших, не хватает служения им, не хватает знания. Всего, что нам не хватает в жизни, это только знания. Некоторые женщины подходят ко мне девушке, говорит, Олег Геннадьевич, я выйду замуж или нет? Я смотрю на них безнадега. Замуж выйти практически невозможно. Я даю рецепт, говорю, пожалуйста, делайте так, найдите святого человека, думайте о нем, молитесь. И она опять спрашивает, я выйду замуж или нет? Я нахожу просвет вот через эту молитву, служение старшего, нахожу просвет и говорю, обязательно выйдите. И это правда. На пути, в котором есть сила, нет поражения, нет потери. Человек, имея маленький шанс, увеличивает его бесконечно и побеждает свою жизнь. В конечном счете побеждает. Но мои слова это благословение, просто благословение. Вера усиливается от того, что старшие так говорят. Не знать, что все должны сейчас ломануться ко мне, заполучать благословение. Я вас всех благословляю прямо сейчас. Но то, чтобы вы были счастливы. И это в конце каждой лекции говорю. Это в конце каждой лекции. В конце каждой лекции.